Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня давайте проанализируем криптовалюту Tron, которая на данный момент торгуется на отметке 8 цента и 28 сотых, потому что если посмотреть на весь крипторынок, последние дни он находится под давлением, но если опуститься чуть вниз, мы видим, что согласно CoinGecko Tron занимает 18 место по рыночной капитализации, и его цена зафиксировала рост на 30% за последние 7 дней, то есть график находится в зеленой территории, в отличие от других графиков, и, соответственно, это вызывает интерес, поэтому Tron повышается. Давайте сегодня проанализируем ценовой график Tron. Итак, это месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график, мы периодически, может быть, раз или два раза в месяц обсуждаем Tron или хотя бы там несколько раз квартал, чтобы понимать, в каком направлении идет график. Начинаю, как всегда, с месячного таймфрейма, сильный рост в начале 2020 года, затем коррекция, молот, отскок, дождь с длинными ногами, продолжение отскока, ну, грубо говоря, падающая звезда в ноябре, движение вниз, то есть коррекция, которая началась в ноябре или там в октябре, в декабре на разных криптовалютах, она и здесь заметна, протестировали предыдущую впадину условно, сформировалась впадина на самом деле в последние месяцы, затем маленькая консолидация и сейчас видно, что после этой консолидации, то есть я имею в виду, здесь у свечей были снижающиеся максимумы, снижающиеся минимумы, а здесь практически максимумы и минимумы начали двигаться вбок, то есть они не продолжали движение вниз, а сейчас в мае мы находимся еще в первой, третий месяц, мы видим, что уже у нас не только обычая свеча, но она имеет максимум выше предыдущих, даже выше максимума вот этой медвежьей свечи, которая сформировалась в январе, то есть здесь в отличие от других графиках идет отскок, то есть здесь видно, что идет отскок и соответственно это позитив на фоне снижения, практически на фоне красных графиков, согласно CoinGecko. Итак, еще раз, после коррекции началась консолидация, сейчас текущая свеча уже имеет максимум выше предыдущих, если свеча сохраняется в этом виде, это будет увеличивать вероятность того, что здесь начинается отскок, соответственно это маленький позитив, который я хотел озвучить. Следующее, недельный таймфрейм. Итак, вот он этот отскок на недельном таймфрейме, видно, что здесь есть бычьи свечи, средние по размеру, у которых минимумы повышаются, также максимумы, то есть пока это сохраняется, это будет говорить о том, что бычий настрой сохраняется, но на недельном таймфрейме глобально, если посмотреть, хочу напомнить, что у нас здесь перевернутая голова и плечи, вот она практически голова, вот оно левое плечо, вот оно правое плечо, вот она линия щей, то есть перевернутая голова и плечи, классическая разворотная формация, которую мы отслеживаем уже давно и знаем, что сформировалась во время медвежьего рынка. Потом при росте в начале 2021 года, то есть в начале прошлого года, здесь был прорыв, движение вниз, было протестировано практически линия щей, отскок во время которого график не смог практически обновить предыдущую вершинку, давайте перейдем даже к линейному графику, то есть вот как все это выглядит, график здесь не смог продолжить движение вверх, чтобы, если так могу сказать, подтвердить или валидировать вот эту разворотную формацию, потому что обычно после прорыва идет тестирование линии щей и при отскоке, когда практически обновляется вот этот уровень, вот тогда и заходят консервативные тридеры, инвесторы, ходлеры и так далее, здесь наоборот произошло еще одно движение вниз, в очередной раз мы протестировали линию щей, это хорошо видно и на свечном графике, потому что вот они текущие свечи и сейчас идет отскок, идет снова движение вверх, отскок от линии щей, посмотрим, если при этом отскоке мы сможем практически подтвердить начало бычьего тренда согласно этой фигуры, чтобы это произошло, нужно здесь, чтобы график перещагнул хотя бы вот эту вершинку, то есть нам нужно, чтобы после тестирования линии щей при отскоке мы перещагнули предыдущую вершину, в данном случае вот она практически, вот здесь практически, если это произойдет, появится вот этот бывший сигнал согласно этой фигуре. Итак, что хочу сказать, мы за этим движением следим, так что нам здесь пока все хорошо понятно. Идем дальше, дневной таймфрейм. Дневной таймфрейм, у нас три практически скользящие средние, давайте я их сейчас шаг за шагом буду добавлять, первая 30-дневная, вот когда мы упали ниже 30-дневной, это произошло во второй половине ноября, было движение вниз, все это знаем, протестировали предыдущую впадину, цена находилась ниже этой скользящей средней, затем она начала консолидироваться на этой скользящей средней, двигая сбоку, а сейчас на этом отскоке мы ее перещагнули, то есть это маленький позитив. Если добавить и 90-дневную, или квартальную, или трехмесячную, здесь практически было падение ниже этой скользящей средней, при отскоке мы начали консолидироваться по этим двум скользящим средним, сейчас на этом последнем отскоке мы их перещагнули, и первую, и вторую, то есть это дополнительный бычий сигнал. А если добавить и годовую скользящую среднюю, выше которой мы всегда находились в последние практически кварталы или месяцы, то есть когда цена практически шла вверх, знаем, что в декабре и январе графики многих криптовалют упустились ниже зеленой линии, ниже годовой. Сейчас на этом отскоке мы пытаемся ее перещагнуть, если цена сохранится выше зеленой линии, то есть выше годовой скользящей средней, это будет дополнительным позитивным сигналом. Так что, в отличие от других криптовалют, на данный момент технические индикаторы, формации свитчные и так далее, выглядят намного лучше, намного надежнее, намного позитивнее. Здесь есть потенциал к тому, чтобы после некой волатильности возобновился восходящий тренд. Да, будем следить за ситуацией. Переходим на четырехчасовой таймфрейм. Итак, вот он четырехчасовой таймфрейм. У нас практически когда-то было движение вниз, нисходящий тренд, затем начало рисоваться вот это восходящее движение, то есть после выхода из нисходящего тренда. Да, это восходящее движение имеет повышающиеся вершины, повышающиеся впадины. Это восходящее движение. Угол пока еще не настолько бычьим, то есть нужно быть очень аккуратным, но тот факт, что здесь есть накапливание маленьких бычьих сигналов на всех ключевых таймфреймах, он виден, так что позитив есть. И в качестве заключения, если вернуться еще один раз к недельному таймфрейму, вот она практически формация, которая рисуется после выхода из головы и плечи вверх, то есть это, давайте так скажу, во время тестирования линии щей. Напоминаю, у нас здесь треугольник нисходящий, то есть вот он треугольник после прорыва. Может быть это пятая последняя волна, то есть первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Давайте я сейчас вот это именно здесь уберу, нарисуем по-новому, то есть вот она четвертая волна и вот она пятая. Я с целью это сейчас нарисовал, чтобы показать, что мы находимся сейчас еще один раз, четвертая волна и вот пятая. Мы находимся на, соответственно, верхней границе треугольника. Если отсюда произойдет прорыв как-нибудь и мы перешагнем вот эту вершинку, то вот тогда здесь уже начинает накапливаться вот этот бычий сигнал на покупку, свидетельствующий о том, что вероятность того, что здесь зигзагом возобновляется восходящий экран, увеличивается. На данный момент такого пока еще нет. Конечно, график намного позитивнее выглядит по сравнению с другими криптовалютами, но мы находимся в этой критической точке, если так могу сказать. Давайте посмотрим, что здесь произойдет. Вот сможет ли график сделать прорыв и выйти вверх и поставить потенциальное начало восходящему тренду. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все по графику Tron. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. А, хочу напомнить, что согласно графическому анализу, обычно при пятой волне выходит график из треугольника, но пока мы находимся в треугольнике, трейдеры не заходят, не рискуют, они ждут яркого выхода. И точнее, давайте еще раз, если кто-то по треугольнику торгует, вот как практически люди поступают согласно теории графического анализа, они ждут прорыва, затем коррекции. Если цена не вернется в треугольник и отсюда отскочит и возобновит вот эту вершинку, вот тогда здесь они начинают искать момент входа. То есть не думайте, что сразу на некой волатильность, потому что цена может пойти вниз, трейдеры заходят. Но это чисто согласно по учебнику или согласно теории графического анализа. Каждый уже сам для себя решает. Я это единственно хотел упомянуть. Итак, у меня на этом все на сегодняшний день. Спасибо за просмотры. Отличного вам дня, хороших выходных. Удачи на финансовых рынках, если торгуете. Здоровья на первом месте и до следующего обзора. Еще раз спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok